Текст шестой Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья, но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. Комментарий Есть два типа саньяси, людей, давших обет отречения от мира. Саньяси Майвади занимаются изучением философии Санхи, а саньяси Ващнавы изучают философию Бхагаватам, авторитетного комментария к Веданта-сутре. Саньяси Майвади тоже изучают Веданта-сутру, но при этом пользуются собственным комментарием, Шарирака Башьей, написанной Шанкарачарьей. Последователи школы Бхагаваты служат Господу, руководствуясь правилами Панчаратрики, и потому выполняют многочисленные обязанности. Полностью прекратив материальную деятельность, саньяси Ващнавы, тем не менее, занимаются разнообразной деятельностью в преданном служении Господу. Но саньяси Майвади, которые изучают философию Санхи и Веданты, лишены возможности наслаждаться вкусом трансцендентного служения Господу. Порой, утомленные философскими рассуждениями о Брамане, они обращаются к Бхагаватам, хотя не имеют должного представления об этой книге. Поэтому, изучая сшимат Бхагаватам, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Абстрактные философские рассуждения и надуманные толкования Бхагаватам в духе имперсонализма не приносят саньяси Майвади никакой пользы. В отличие от них, саньяси Ващнавы, выполняя свои трансцендентные обязанности в служении Господу, чувствуют себя счастливыми, а в конце жизни они непременно попадут в Царство Бога. Саньяси Майвади нередко сходят с пути самоосознания и начинают заниматься мирской благотворительностью, которая материальна по своей природе. Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем саньяси, которые все время рассуждают о том, что есть Брахман и что не является им, хотя и они, спустя много жизней, приходят к сознанию Кришны. Текст 7. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем. Текст 8. Текст 8. Текст 8. Текст 9. Текст 9. очень дорог каждому существу, и все существа дороги ему. Причина этого в том, что такой человек обладает сознанием Кришны. Ему известно, что живые существа неотделимы от Кришны, так же, как листья и ветви неотделимы от дерева. Он знает, что, поливая корни дерева, мы насыщаем влагой все его листья и ветви, а отправляя пищу в желудок, даем необходимую энергию всему организму. Поскольку тот, кто действует в сознании Кришны и служит таким образом всем живым существам, он очень дорог каждому. И поскольку все довольны его деятельностью, его сознание всегда остается чистым. Чистота сознания позволяет ему держать в повиновении ум, а управляя умом, он подчиняет себе чувства. Ум такого человека всегда сосредоточен на Кришне, и поэтому он никогда не забывает Кришну и не занимается ничем, кроме служения Господу. Он никогда не станет слушать то, что не относится к Кришне, или есть пищу, не предложенную Кришне, и никогда не пойдет куда-нибудь, если это не связано со служением Кришне. Таким образом, его чувства всегда подчиняются ему, а тот, кто владеет своими чувствами, никогда и никому не причинит вреда. Почему же тогда Арджуна убивал, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны, спросите вы? Вред, который Арджуна причинил своим противникам, был только кажущимся. Все воины, убитые на поле битвы, как уже объяснялось во второй главе, продолжали существовать как индивидуальные души, поскольку душу нельзя уничтожить. В этом смысле в сражении на Курукшетре не было убитых. Воины просто сменили тела по воле Кришны, который лично присутствовал при этом. Сражаясь на Курукшетре, Арджуна, по сути дела, ни с кем не сражался. Он просто исполнял приказ Кришны, действуя в сознании Кришны. Такой человек никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Тексты восьмой и девятый Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействия с объектами восприятия, но сам он не причастен ко всему этому. Комментарий Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поэтому он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами, тем, кто совершает действия, самой деятельностью, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и судьбой. Причина этого в том, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует с помощью тела и органов чувств, он всегда осознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Человек, обладающий материальным сознанием, ввлекает свои органы чувств в деятельность ради собственного наслаждения, но тот, кто обрел сознание Кришны, использует свои органы чувств, стараясь доставить наслаждение Кришне. Поэтому человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда свободен, хотя кажется, что он действует, используя органы чувств. Зрительное и слуховое восприятие являются функцией органов познания, а движение, речь, опорожнение кишечника и так далее – это функции органов действия. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не попадает под влияние деятельности своих органов чувств. Он не занимается ничем, кроме служения Господу, ибо знает, что он вечный слуга Кришны. Текст 10. Брама-ня-дая-кармани, сангам-тяк-тва-каротия, липпете-на-са-папена, падмапатрам и вамбаса, Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу. Комментарий. В данном случае слово «брамани» означает «сознание Кришны». Материальный мир – это совокупное проявление трех гун материальной природы, которое на санскрите называется Пратханой. Ведические гимны гласят «сарвам-едат-брамма» мандуки-упанишат и «тасмат-едат-брамма-нама-рупам-анам-таджа-эте» мундака-упанишат. В Бхагавадгите глава 14 также говорится «мама-йонир-махат-брамма» Иными словами, все в материальном мире есть проявление брамана, и хотя следствия принимают различные формы, они не отличны от причин. Выше Панишат сказано, что все сущее связано с верховным Брахманом, Кришной, и принадлежит Ему одному. Тот, кто полностью осознал, что все принадлежит Кришне, что Господь – хозяин всего, и что, стало быть, все должно использоваться для служения Господу, никак не связан последствиями своих действий, как благочестивых, так и греховных. Даже материальное тело, которым Господь наделяет живое существо для той или иной деятельности, можно использовать в сознании Кришны. В этом случае оно не оскверняется грехом, так же, как лист лотоса не намокает, хотя касается воды. В Гите, глава 3, текст 30, Господь Кришна говорит, «Маи сарвани кармани саньяся, отрекшись от мира, посвящай все свои действия Мне». Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств, а человек, обладающий сознанием Кришны, действует, зная, что его тело является собственностью Кришны и потому должно использоваться в служении Кришне.